Семь из восьми речных бассейнов в Казахстане трансграничные, поэтому водное сотрудничество между странами Центральной Азии остается приоритетной задачей для пяти государств региона. Словацкие компании, работающие в сфере водного хозяйства, рассказали о своих исследованиях и предложениях по решению водных проблем в Центральной Азии. Речь идет о реконструкции и автоматизации мониторинга водных полотен в странах региона. Казахстанские эксперты и дипломаты застряли внимание на неравномерном распределении водных ресурсов в стране и негативном влиянии на эту сферу изменений климата. Ожидается, что обновление законодательства нашей страны по регулированию отношений в водной сфере сможет улучшить управление в отрасли. Представители Еврокомиссии рассказали о финансировании и инвестировании Евросоюза в водную инфраструктуру стран региона. Словакия готова поделиться своим опытом и технологиями. Эта страна имеет довольно богатый опыт развития водного хозяйства. Имеет опыт перехода от советской системы к европейским стандартам. С 2019 года они очень активно работают в регионе. Совместно с центром были проведены ряд мероприятий, в том числе различные тренинги, семинары для специалистов региона. И сейчас вот это сотрудничество вышло на новый этап, когда уже есть конкретные предложения, в том числе по строительству автоматизированного центра, по развитию раннего оповещения и другие проекты. Мы хотим показать возможности, какие мы можем предложить для, не только институтов, для стран Средней Азии, использовать наш опыт, который мы получили тоже вот, входя в Европейскую Унию и работая вот с экспертами других стран. И в принципе можем помочь достичь высокого уровня безопасности плотинно. К 1 сентября будет построено 100 новых школ. Об этом на совместном заседании парламентской фракции АТА «Журт Кыргызстан» и депутатской группы «Макинчил», сообщил председатель Кабинета министров Акалбек Жапаров. Народные депутаты заслушали отчет Кабинета министров о входе реализации национальной программы развития до 2026 года, утвержденной указом президента. Глава Кабина отметил, что идет возведение 204 учебных заведений. Из них стол построят к новому учебному году. В ближайшие два года возведут здания всех школ, находящихся в аварийном состоянии. В целом, согласно утвержденному перечню объектов, финансируемых по статье «Капитальные вложения» из республиканского бюджета на 2023 год на 464 объекта предусмотрено 2 миллиарда 100 миллионов сомов. На сегодняшний день открыто финансирование на 1 миллиард 8 миллионов сомов. Если разделить это по отраслям, то будет построено 200 школ, 49 детских садов, 14 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры, 22 спорткомплекса и так далее. Они будут строиться в этом году. Также будут переходящие на следующий год. Через онлайн форматы все, которые строительные подрядные организации, они качественно работают или нет. Какие процедуры, какие процессы происходят, на основании этого мы через онлайн контролируем. Кроме этого, наша организация, архитектурно-строительный контроль департамента, все строящие объекты, которые 100 объектов у нас на контроле. Получается, не то, чтобы просто построить, а чтобы все подрядные организации качественно построили. На аэродроме в Болгарии готовят к испытаниям новаторский беспилотник Black Swan. От успеха тестирования зависит, получится ли совершить переворот в транспортной отрасли. Он работает на бензине, способен пролететь 2500 километров. На борту помещается груз весом до 350 килограммов. При этом беспилотник выделяет на 60% меньше вредных газов, чем подобный транспорт. Цель проекта – предоставить торговым компаниям надежные логистические услуги. Болгарская компания надеется запустить коммерческие рейсы к концу этого года. Компания еще предстоит создать парк грузовых беспилотников, наладить их техническое обслуживание и решить множество других вопросов. Проект финансирует инвесторы из 12 стран. Они вложили в него уже 40 миллионов долларов. Средства тоже предоставил Европейский совет по инновациям. Это уникальный проект. Примечательно то, что этот самолет работает на бензине, а он доступен везде. Они выбрали наиболее стандартную и широко используемую конструкцию самолета, а их бизнес-модель ориентирована на средний сегмент. Мы пытаемся сделать перевозки дешевле, быстрее и экологичнее, чтобы люди могли торговать друг с другом по всему миру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!